МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Еще один треугольник пополнил сегодня скульптурную композицию «Письма с фронта». Накануне праздника азовчане, относящиеся к поколению детей войны, получили поздравления и подарки. Подвиг предков в воспоминаниях потомков. Известные люди города делятся историями своих родственников-фронтовиков, память о подвиге которых хранят в своих сердцах. В 2015 году на Площади Победы была открыта скульптурная композиция «Письма с фронта», которая олицетворяет подвиг народа в Великой Отечественной войне. Сегодня, накануне 75-летнего юбилея Победы, был торжественно открыт еще один треугольник с текстом из письма штурмана 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка Лидии Голубовой, написанного 31 мая 1945 года. В этих письмах мы видим судьбу людей, их жизнь, видим, в каких условиях они взрослели, а порой и в каких условиях они расставались с близкими. Это тяжело порой читать, но это позволяет нам, наверное, лучше понять все-таки из событий тех лет, условия, в которых жили наши предки, в которых они воевали за свою страну. Поэтому очень важно, чтобы молодежь, конечно же, приходя сюда, читала тоже эти строки и пыталась все-таки осознать, чтобы это было, ну, неформальным, наверное, для них каким-то событием, а событием сокровенным, которое вот обращалось к глубинам души. Наша-то, собственно, главная задача – передать эту историю от поколения к поколению, чтобы была преемственность в нашей стране между поколениями. Поэтому я считаю, что это очень символичное мероприятие. Сегодня утром азовчане, которые относятся к поколению детей войны, были приятно удивлены неожиданными подарками к предстоящему празднику. Общественный деятель Евгений Пыхонин вручил каждому продуктовый набор. Многие познакомились с Евгением Пыхониным в прошлом году во время предвыборной кампании. Депутатом общественный деятель не стал, но дружбе и общению это не помешало. Это замечательный человек. Он всегда нам оказывает помощь. И морально, и материально. Каждому празднику мы получаем хорошие эмоции от этого человека. Жители знают об особом отношении Евгения к ветеранам и детям войны, которым с самых ранних лет пришлось испытать немало тягот. Таких, как Петр Гулевский, которому в 1941 году было всего 5 лет. Я 13-й в семье. Я проживал во время войны в Шахтинске. Страшное было время. Я помню прекрасную оккупацию немцев. Вот эти гаубицы, их они под окном стояли. И вот зимой, в феврале месяце, их наши погнали. Погнали, они оставляли машины, и все бросали, и драпом. Когда началась Великая Отечественная, Тамаре Астаховой исполнилось 12 лет. Подросткам сразу пришлось повзрослеть и работать наравне со всеми. Мы сидели в войну не дома. Мы сидели в щелях, выкапывали в подвалах. В мой дом попала бомба, дом развалило. Мы долго в подвале жили, месяцев, наверное, 5. Пока маме дали квартиру. Дети войны, труженики тыла, которые работали на промышленности, поднимали потом это сельское хозяйство. И я думаю, что, наверное, в рамках вот этой пандемии это особо не актуально. Большое спасибо Евгению. Дай Бог ему здоровья и удачи. За внимание спасибо. Спасибо, что вспомнили. Спасибо, что навестили. Спасибо, что отметили. Дочь бойца Красной Армии Ефима Старцева Ольга родилась в 43-м и своего отца, погибшего при освобождении Польши, никогда не видела. С Евгением Пыхониным познакомилась в прошлом году во время предвыборной кампании. Евгений Пыхонин очень хороший человек. Он нам пришел к сердцу нашему. Наш весь дом очень за него хотел голосовать, но получилось там как-то, я не знаю. По мнению Евгения Пыхонина, закон о детях войны давно пора принять на федеральном уровне. Наверное, надо как-то это узаконить и принять закон. Во многих регионах он принят. Закон о детях войны, который будет смотреть статус, льготы и компенсацию с цельной выплаты. Если говорят, что это только там коммунисты придумали, это, как говорят, популизм, я думаю, что это неправда, потому что, если, допустим, в Татарстане, в Казани, там 90% регионального собрания Единой России. Но, тем не менее, они приняли единогласно этот законопроект. Поэтому, я думаю, примеру, наверное, их должен следовать каждый. И все мы ждем на одной земле. Победа у нас одна. И ветераны, и дети войны у нас одни. Мы должны быть здесь вместе. Наталья Гулевская пришла на встречу с общественным деятелем с портретом своего отца Павла Лукича Батехина. В руках я держу портрет моего любимого отца, который прошел войну, страшную войну, от Ростова до Японии. И воевал еще там. Он скончался от ран войны. Это была страшная война. Он награжден многими орденами, медалями. Поэтому для меня это и скорбный день, и радостный день. Я хочу поздравить всех жителей нашей страны с праздником Победы. Всех наших азовчан. Пожелать им крепкого здоровья, успехов и всего самого лучшего, что есть у нас в жизни. Татьяна Ивашенко, Александр Кучиц, Азов.Инфо. Сегодня в редакцию Пятого канала обратились азовчане, возмущенные неудовлетворительным санитарным состоянием ветеранского кладбища. На место выехала наша съемочная группа. На самом деле на территории ветеранского кладбища чисто. Мусора нигде не обнаружено. Сегодня проведены работы по покосу травы. Как пояснили в руководстве муниципального предприятия «Ритуал», состояние кладбища находится под постоянным контролем. Несмотря на то, что в этом году мы не сможем пройти по улицам городов с портретами наших близких, «Бессмертный полк» продолжает идти. И в этом полку мы все плечом к плечу. На нашем канале известные люди города делятся историями своих родственников-фронтовиков, память о подвиге которых хотят сохранить. Мой дедушка Муравья Николай Тимофеевич, 20-го года рождения, его начало войны застало проходящим срочную службу. И, по сути, он уже должен был демобилизовываться, возвращаться домой. Но как-то в то время было, всех тех, кто находился в рядах Красной Армии, и проходил срочную службу, они все были направлены сразу на фронт. Поэтому вместо того, чтобы вернуться через два года домой, для него служба продолжилась, хотя и ненадолго, но он сразу же был переброшен под Москву. Он был артиллеристом, наводчиком, и участвовал в сражении за Москву практически с первых дней. Но в ноябре месяце, уже, скажем, в завершающей, по сути, стадии, там, когда самые ожесточенные бои были, их расчет попал под артобстрел, и, в частности, вот, все его товарищи, значит, погибли. Снаряд попал прямо в пушку, в их... Он произошел взрыв, детонация, соответственно, значит, снарядов. Вот, весь расчет погиб, дедушку засыпало землей. И так получилось, что он практически сутки там провел, закопанный полностью под землей, чудом, значит, остался жив, его нашли санитары, вытащили с поля боя, после чего он был направлен в госпиталь. Он очень сильно пострадал, у него были ранения головы, собственно, всех частей тела, потому что, когда он вернулся из госпиталя домой, он не мог передвигаться самостоятельно. В госпитале он пробыл более полугода, и, по сути, для него война закончилась уже в 1942 году. Вернувшись домой, он, конечно, был маломобилен, как я уже сказал, учитывая те ранения, которые им были получены, и до конца своих дней, вот он умер в 2003 году, в Царстве Небесное, он с трудом передвигался всю свою жизнь на костылях, причем на двух костылях. И вот из тех воспоминаний, которыми он с нами делился, делился он всегда это без особого желания и энтузиазма, потому что всегда подчеркивал что-то страшное воспоминание, и очень горькие. После того, как он пришел с войны, он даже обуться не мог. То есть ноги его абсолютно не слушались, и он, говорит, приходилось кулаками забивать их в сапоги. То есть в таком состоянии люди возвращались с войны. Тем не менее, после какого-то времени, уже окрепнув немного, он уже в Азовском районе, он участвовал в партизанском движении, и, собственно, война Даня уже продолжалась на территории его малой родины. Дедушка мой, Бугаев Василий Ефимович, он являлся тружеником тыла, награжден орденом Великой Отечественной войны, еще много медалей у него было. Трудился в Тулу, и трудился, я так понимаю, что неплохо, малолетний. Где он трудился, и что он выполнял? Трудился он, было ему на тот момент 14 лет, трудился он в городе Азове, но он сильно об этом не рассказывал, вы знаете, рассказывал, как тяжело было, как не хватало продуктов, как отдавали фронт, то семья большая была, что не спали сутками, работал на многих работах, то есть на поля посылали, он рассказывал убирать. Тогда Иван, он не был призван в армию, он еще был молодой, это 42-й год, наверное, так было, лето, а уже, когда наши начали наступать, после Сталинградской битвы, и, ну, покатилась волна назад, вот они рассказывали, как шел танк первый Т-34, разведчики, и они, значит, спросили, ну, у этой крайней хаты остановились, спросили, где немцы, и немцы тогда были там, водяная балка, вот километрах в пяти от этого места, Иван вызвался показать, как пройти туда, разведчики прошли туда, ну, выполнили свою задачу, и вернулись. Иван зашел домой и сказал, что уйдет добровольцы. И вот с той поры он начал свой боевой путь, прошел от Росаше, был разведчиком, прошел от Росаше, и погиб уже где-то за два месяца до окончания войны, но я так думаю, что это или Карпаты были, мы точно не знаем, он пропал без вести. Пропал без вести, сейчас мы искали по архивным данным, но они там в местных боях попали в окружение, и там он погиб. Приходил его товарищ после войны к родителям, к Ивана, к дедушке, говорил, что он погиб во время атаки. Под ним разорвался снаряд, говорит, от него мало что осталось, но это было у него на глазах. Вот, свидетельство такое. Больше мы ничего в архивах не нашли, но ровно 9 марта он погиб. Моей семье это тоже очень важная памятная дата, потому что два моих родных дяди были призваны во время Великой Отечественной войны. Старший брат моего отца, Водоладский Михаил Иванович, 1920 года, был призван еще до начала Великой Отечественной войны, и, естественно, уже он застал войну, служа Советской Армии. Он служил в артиллерийской батарее, естественно, Азовский район, куда казака, это, естественно, ближе к лошади, он был ездовым, и передвигали пушки по, как говорится, по своему боевому пути. Он погиб в декабре 43-го года. Место его гибели мы не можем найти. По архивным документам видно то, что вся батарея была уничтожена, скорее всего, во время модировки немецкими самолетами, и как раз эти бомбы попали на ту батарею, у которой служил мой родной дядя, и от батареи никто не остался жив. Они все погибли. Погибли в декабре 43-го года. Место не определено, но я продолжаю поиски для того, чтобы все-таки найти это место и ему поклониться. Второй дядя, водоладский, Иван Иванович, он также был призван в армию, служил в 25-м кавалерийском полку, прошел всю войну, закончил, уничтожая бандеровцев, ну, не всех уничтожил на Западной Украине. Если поднять архивные материалы, это был знаменитый 25-й кавалерийский полк, который очень боялись бандеровцы, ну, и, в принципе, фашисты тоже. Он закончил войну, награжден многими боевыми орденами и медалями, работал затем также в селе Степанидар, вот, ну, и умер. И мама моей жены, Разувай Аподевича Ткаченко, Анна Антоновна, 18 лет, была призвана в армию, пошла добровольцем, также прошла всю войну, была связистом, награждена и орденами, и медалями Великой Отечественной войны, прошла до Берлина. Я всегда спокойно относился ко всем патриотическим мероприятиям, особенно, когда их возглавили наши популисты, наши партии, Единая Россия, все на детей начали напяливать гимнастерки и давать им в руки автоматы, на машинах начали писать, мы можем повторить и так далее, а вот, и все такое, в общем, какой-то такой бутафорский дутый патриотизм. Но я-то помню, я помню послевоенные годы, я еще был пацаном, я помню, когда у нас был вот здесь базар, на площади, где Ленин стоит, вот, я помню тех фронтовиков, реальных, настоящих фронтовиков, которые, к сожалению, недолго прожили. Мы видели, сколько покалеченных людей, вы представьте, 3 миллиона инвалидов только без рук или ног, еще 3 миллиона, то есть без рук, еще 3 миллиона без ног, еще полмиллиона, у которых ни рук, ни ног не было, и так далее, и все это было у нас. Потом, потом, ближе к 60-м, уже в конце 50-х, вернее, не в конце, а где-то в начале 50-х, Сталин провел зачистку. Они куда-то исчезли. Куда их дели? Как? Это, на мой взгляд, очень серьезная тайна, которую до сих пор где-то хранят. Но вот мой отец, настоящий, реальный фронтовик, который прошел в 3 войны, он участник не просто Отечественной войны, а участник Второй мировой войны, по полной программе, таких, каких мало. В 1939 году он ушел на Корейский фронт, на Финскую войну, и вот первая его награда за оборону Советского Заполярья медаль. Затем прошел всю войну Отечественную и закончил ее в 1946-м в Японии. До войны он был кузнецом-молотобойцем и во время войны служил старшим оружейным мастером, замком полка по технической связи, зампотеха-то называлась. То есть задача была очень простая. После боя нужно было вытащить с поля боя, с нейтральной полосы, откуда угодно вытащить все железо, какое там было наломано, починить его и отдать солдатам. Вот этот процесс вытаскивания с поля боя под обстрелом и рисковый привел к тому, что у него было ранение, у него была контузия, у него были еще ордена и медали. Я, к сожалению, мы относились к этому как-то так, и он также относился к орденам, когда их всех обидели. Обидели их сильно, обещали доплату, еще что-то, в общем, кинули. Вот. Но, слава Богу, сохранились хотя бы орден Красной Звезды и медаль за боевые заслуги и еще несколько медалей за разные отдельные там события. Вот эти награды, ну и, естественно, конечно, отечественной войны, который выдан был 9 мая 45-го года. Настоящий, победный, победная награда. После войны, вот, как раз нашел сегодня грамоту, которую отец получил на Новочеркасском электровозостроительном заводе, тогда, когда я родился. Я родился, отец получал вот эту грамоту. Вот. Затем вскоре семья перебралась в Азов, домой в Азов. Мой отец был азовчанин. Вот. И он попал на оптикомеха... на почтовый ящик номер один. А ящик был тогда тоже, занимался ремонтом и изготовлением оружия пушек. Вот. И на заводе был один цех, и начальником этого цеха был мой отец. К сожалению, недолго, в 1963 году он погиб. Вот. Такая история. И еще один документ, который я нашел сегодня, вот, совершенно случайно, мне мама еще говорила, и он у меня хранился отдельно. Вот эта молитва, которую он пронес через все войны с собой. Потрепанная, она у него всегда была и находилась или рядом, или внутри партбилета, военного билета и так далее. В общем, для того, чтобы выжить тогда, были все средства хороши. Давайте я вот сегодня возьму бокальчик, вот, отцу поставлю, корочкой накрою, и мы поменем. Это 9 мая, поменем, как праздник, который, за который мы заплатили 42 миллионами жизней российских, советских людей. В канун праздника своих земляков поздравила песни о победе народная артистка России Галина Егорова. За победу, за победу, наши деды и отцы бросались в бой, вместе мы преодолеем эти беды, что даны для испытания судьбой. За победу, за победу, за победу, 21 век надеется и ждет, и Россия через пули в свету обязательно проложит путь вперед. По окончании программы новостей мы предлагаем вам архивные кадры митинга 1995 года, посвященного 50-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Может быть, здесь кто-то увидит себя или своих близких и вспомнит, как это было. А сотрудники медиахолдинга Пульс поздравляют всех с наступающим праздником Великой Победы и желают крепкого здоровья, любви и мирного неба над головой. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Хороших выходных. В субботу 9 мая небольшой дождь. Днем плюс 14 плюс 15 градусов. Ночью от плюс 9 до плюс 10. Ветер западный 8-9 метров в секунду. Влажность воздуха 58 процентов. Уровень воды в реке Дон на 54 сантиметра выше нормы. Температура воды плюс 16 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 10 мая облачно с прояснениями. Днем плюс 17 плюс 18 градусов. Ночью плюс 12 плюс 13. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Влажность воздуха 38 процентов. Уровень воды в реке Дон на 54 сантиметра выше нормы. Температура воды плюс 15 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова